За несколько дней до Нового года в этой квартире гости не ждали, но к волшебству готовились. Новый год и Рождество для всех детей – любимые праздники, а для ребят, имеющих проблемы со здоровьем, особенно. Ведь для них главное не игрушки и сладости под ёлкой, а внимание и забота. Для родителей это не меньший праздник. Родителям только терпение, чтобы они любили деток своих, чтобы поддерживали их во всём всегда, несмотря на то, что в школе там происходит. Ну, всех благ. Здоровье главное, остальное там оно всё будет. Поздравить семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды, пришли главные сказочные персонажи – Дед Мороз и Снегурочка. Сразу и не догадаешься, что за этой бородой прячется один из активистов Белорусского Республиканского Союза Молодёжи. Всего на очереди пять адресов. Согреть теплом каждого ребёнка и подарить подарок – простая, но такая важная миссия. Неважно, какой ребёнок, что с ним происходит. Его надо поздравить, дать ему надежду на светлое будущее, да и просто принести как-то счастье ему в его жизнь. Организовывают акцию сотрудники территориального центра социального обслуживания населения Московского района города Бреста. Пятый год подряд помогают активисты Союза Молодёжи. А подарки приобретаются за счёт спонсорской помощи. В этом году откликнулось открытое акционерное общество «Порттовары». В этом году мы выбрали такую категорию, которую мы обязаны подрать. Это всего лишь пять семей, но тем не менее в этих семьях воспитываются двое более детей инвалидов. На обслуживании у нас находится 96 человек. Самое главное, что я пожелал в этом году – это здоровье и терпение. И в первую очередь терпение, конечно, родителям. И понятно, почему. Виктория Нечаева, Эдород Букнович, Александр Макаревич, телекомпания Бук-ТВ.